МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам историю о том, как одну девочку боялись магазины. Магазины? Да, магазины. Но сами магазины не могут бояться. Наверное, продавцы магазинов или кассиры ее боялись. Нет, сами магазины тоже боялись. При приближении этой девочки они сами закрывали свои двери. Но это уж совсем невероятная история. Ну да, невероятная, но немного правдивая. Послушай, а почему эту девочку боялись магазины? Она что, была страшная? Нет, внешне совершенно не страшная. Ну тогда непонятно. А девочка была маленькая? Не маленькая и не большая, так. Средняя такая девочка. И она сама ходила по магазинам в таком возрасте? Нет, саму ее в магазин никто бы не отпустил. Она ходила с мамой, но только сначала. А почему только сначала? Потому что потом мама стала ходить без нее. Ведь как только магазин видел девочку... Ну понятно, понятно. Страшная история для магазинов. Но почему же они ее, эту девочку, так боялись, Антош? Потому что девочка совершенно не умела вести себя в магазине. А в магазине надо как-то особенно себя вести? А ты об этом не знала? Ну я как-то об этом не задумывалась. Ну вот как ты входишь в магазин? Ну обычно через дверь. Это понятно. Ну вот подходишь ты к двери магазина, а навстречу тебе из магазина выходят люди с сумками и пакетами. Что ты делаешь? Жду. Чего ты ждешь? Ну жду, когда они выйдут. Ну и правильно. Они выйдут, и в магазине станет свободнее. А девочка, знаешь, что делала? Что? Она расталкивала всех и шла в магазин. Это невежливо. Невежливо. А знаешь, кто ее еще боялся в магазине? Кто? Магазинные тележки. А почему они ее боялись? Так она на них каталась. Как на самокате? Или как на роликах. Мешала покупателям ходить, врезалась в них. Ну а что же мама? Не делала ей замечаний? Делала и запрещала кататься на тележках. Ну это правильно. Тогда девочка начинала бегать по магазину, как по игровой площадке. Это же неправильно. Она же всем мешала. Она даже один раз потерялась и даже плакала. Ну вот, вот что значит убегать от мамы в магазине. На детской-то площадке надо вести себя осмотрительно. Вот-вот. Это точно? Да. Ну, надо терпеливо стоять в очередях и никому не мешать. Но не у всех детей хватает терпения ходить по магазинам. Уверяют себя не только у детей. Но те, кто не любит ходить по магазинам. Или не умеет. Могут сидеть дома и смотреть мультфильм. Мультфильм. Ребята, вот представьте себе, если бы и взрослые вели себя в магазинах, как та девочка, о которой я вам рассказал. Ну, знаешь, Антош, я бы в такой магазин и не пошла бы. Да я бы тоже. Так что ведите себя как следует. И не только в магазинах. До свидания, ребята. До скорой встречи, друзья. Субтитры подогнал «Симон»